Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос довольно объемный получился у вас, поэтому я буду его читать потихоньку и давать комментарии свои. Помогите, пожалуйста, советов и мнения со стороны. Психологи не дают ни советы, ни мнения со стороны. Вы описываете ситуацию, где вы общались со своей подругой, которая училась или выучилась на психолога. При этом вы говорите, что подругу сконсультировать нельзя, но вы назвали это просто общением о том, что она узнала на учебе. Ну, вы можете вот с таким успехом с подругой еще поговорить и обсудить с ней. Она вам и мнение даст, и совет предложит. Вот. Поэтому психологи вообще ничем таким не занимаются. Вот. Поэтому за советом и мнением, боюсь, вы не к нам. Полгода назад встретил мужчину. Он из другого города. Общались изначально на почве общего интереса петь. Пели в приложении с другими людьми. Ну, это довольно неплохое начало. Только интересно, что для вас и для него пение. Ну, просто, то есть, вот, пение это что для меня? Я думаю, вы не будете отрицать как-то вот того факта, что разные люди разное значение придают пению в том числе. И было бы неплохо, если бы вы раскрыли бы свое значение пение. Вот. И значение пения для мужчины. Постепенно он начал активничать, влюбился. То, что он начал активничать, я верю. А вот то, что влюбился, нет. Потому что вы не можете этого знать. Вы не можете знать влюбился ли человек в вас или нет. Ну, извините. У меня не может быть. Влюбился ли человек в туловине. Ну, вы не можете этого делать. Ну, не буду. на свои чувства ответств, вы можете, и всё. Поэтому здесь вот есть вот этот вот аспект, на который я считаю вам нужно обратить внимание, что как-то вот вы говорите о том, что человек в вас влюбился. То есть это даже если он вам сказал об этом, всё равно это только ваша интерпретация. Дальше, мы много общались, но он жена, тоже много лет у них ссоры, живут как соседи, даже спят в разных комнатах, конечно, с его слов. Ну вот здесь вы вроде как с недоверием относитесь к тому, что он говорит, с одной стороны, с недоверием. С другой стороны, есть такое ощущение, да, ну как будто бы, что хотите, что ли, поверить ему. Так, значит, сначала я не хотел его к себе подпускать, так как жена, знаю, к чему это приводит, нет веры у меня. Ну вот здесь хотелось бы уточнить, что это за вера, хотелось бы уточнить, что вы имеете ввиду, говоря о том, что не хотели его подпускать, к себе, то есть, ну вот буквально, что вы имеете ввиду. Вот. И хотелось бы, ну, наверное, чтобы вы немножечко пояснили тоже, к чему это всё-таки приводит. То есть, ну вот если вы говорите, да, что, ну, что знаете, к чему это приводит, то вот хотелось бы, чтобы вы пояснили, а к чему это всё-таки приводит. Вот. Вот это вот, ну, в данном случае было бы неплохо. Как мне кажется. Дальше. Так, ну, что-то в нём есть такое близкое, родное для меня. Ну, смотрите, здесь вы описываете, конечно, механизм проекции. То есть, ну, когда вы говорите, что вот есть что-то близкое, да, для меня, вот, это, конечно, механизм проекции, я описываю. То есть, это вы чувствуете, что в нём есть что-то близкое вам. Вот. Проблема в том, что это, вот, собственно, с самим человеком, да, вообще, может быть, может и не быть связано. Вообще. Понимаете? Потому что это то, что вот видится, это то, что воспринимается вами. Вот. Вот. То есть, это снова здесь, в данном случае, вы говорите о том, что сами проецируете на человек. Вот. Ну, то есть, вот, близкое, родное. Забегая чуть вперёд, хочется сказать, что вы сами, в общем-то, довольно неплохо раскрываете эту историю. То есть, раскрываете момент того, что именно вы, ну, в нём видите. Дальше, значит, так, полтора месяца назад его отправили в командировку в Москву, я из Петербурга, он написал об этом, я очень ждал, что я смогу тоже приехать, и я решилась. Вот. В этом я решилась. Что происходит? Вначале вы говорите о том, что для вас неприемлемо общение с женатыми. Вы знаете, к чему это приводит? Ну, по крайней мере, так вы об этом говорите. Теперь вы говорите о том, что решились. что изменилось? Ну, то есть, вот, буквально, что изменилось, что вы решили? Что произошло, что вы решили? То есть, вот, хотелось бы как-то этот момент, конечно, понять, выяснить. Он смог сдвинуть, да, до боецки, чтоб не было удобнее приехать. Изначально договорились, что просто увидимся, погуляем по Москве и всё, но увидевшись, знаете, это даже необъяснимо, у меня никогда не было такого ни к одному мужчине. Я понимаю, что это все эмоции, а не здравый смысл. А какие это эмоции? Что это за эмоции? Опишите их. Мы держались за руки, обнимались, я впервые чувствовал себя так спокойно с человеком. А без человека вы, получается, чувствуете себя неспокойно, а тревожно. Он воспринимает меня такой, какая есть, даже без макияжа, даже такой худой, говорит, что красавица, особенно для неё. То есть, у вас есть сложности с восприятием себя, да, у вас есть некоторые комплексы по поводу своей внешности. Но это вроде лирика, у нас с хором много общего, характера и тоже отношение к жизни. Общее. То есть, вы имеете в виду, что вы похожи в данном случае. И что вы чувствуете в этой похожести? Потому что лично я в этой похожести наблюдаюсь с ли ядом. Вот. Ну, такое у меня, по крайней мере, сложилось впечатление. Вот. Так мне, по крайней мере, показалось, что вот. В этом аспекте, в аспекте вот, ну, в аспекте похожести, вы говорите про слияние. Вот. Ну, как бы, с человеком. Вот. Когда вот хочется, условно говоря, стать одним целым. В... 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 Тут, конечно, есть момент, да. О том ли вы говорите или нет. То есть, это нужно выяснить обязательно. Вот. Но... Хочется это уточнить в любом случае. Дальше. Значит, так. Через месяц он предложил приехать к нему в город. Я рискнула, слетала. Опять же, а чем рискнули? Что это за риск? Это были самые счастливые два дня за последние несколько лет, наверное. Так комфортно, легко и близко. А вот, есть такое ощущение, что вы, ну, нашли опору. Есть такое чувство, что вы опору нашли. Есть такое чувство, что вы нашли на кого опереться. Не то, чтобы это... Прямо плохо, конечно. Вот. Но... Просто... А... Ну, вот... Про любовь ли здесь мы говорим? Вот что меня больше... Интересует. То есть, вы говорите здесь про свои ощущения, что мне комфортно, легко, свободно с ним. Вот. То есть, тут вы говорите про свои некоторые ощущения, которые, эээ... 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 Ээээ... Эээ... Эээээ... Эээээ... Это неплохо, но нужно понимать, что это ваши ощущения, только и что в этом вы скорее всего нуждаетесь и нуждаетесь достаточно сильно, то есть речь идёт о ваших, в данном случае получается, ну, получается по требностях. Вот, речь идёт о том, что вам нужно. Речь идёт о том, в чём вы нуждаетесь. Понимаете, да? А не о том, что к человеку-то вы, собственно говоря, чувствуете. Я не знал отца, мне всегда было сложно построить отношения, у меня был неудачный брак, нездоровые отношения в нём. Да, тут вы описываете пример для психотерапии. Почему вы выбрали мужа, маменькиного сына? Да, потому что вы строите родительскую позицию в отношениях. Чем это связано? Это связано с тем, что вы пытаетесь удержать определённое состояние, пытаетесь в нём, как бы, закрепиться. Для этого нужен контроль. Я всё тащила на себе, чего-то постоянно доказывала, старалась быть лучше. Меня постоянно критиковали, сравнивали и унижали. Да? Проблема самооценки, самооценки. Вот у нас есть общий сын, и мы сейчас восемь лет. Я начала силу идти из этого брака. Было страшно очень. У меня дикий страх, одиночество был. И постоянное ощущение покинутости, так как папа бросунет здесь, я у них папе. Дело важное восприятие из себя. Тут папа, конечно, на это повлиял, но я у них папа. Я старалась работать с этим, читала книги, а почему не с психологом по работе. У меня есть подруга, которая учится на психолога, много с ней говорили, хотя она понимает, что нельзя консультировать с подруг, но это было скорее просто беседы о том, что она узнала из учёбы. Но это не терапия. Наконец-то, мне кажется, я научилась любить, значит, себя оценить, не контролировать мужчин и не пытаться их изменить. Как? Что вы сделали? Как вы себя любите, цените и как вы не контролируете мужчин, если вы пишете, что... Если вы пишете, что у вас был неудачный брак и нездоровые отношения в нём, а после этого у вас мужчины были ещё. Так, дальше. Ну, сейчас эта ситуация с мужчиной, которого встретила, так неожиданно. У меня такие тёплые чувства к нему. Какие? Я спокойно... Так спокойно я действительно вижу его любовь и заботу. Опять же, да, вы видите то, что хотите. То есть, вы говорите, чувства у меня к нему, а вижу его любовь и заботу. То есть, вы опираетесь не на свои чувства к человеку, получается. А вы опираетесь на то, что вы видите в нём, получается. Это вот довольно интересный момент, я бы сказал. Понимаете, да? То есть, вот некая такая есть... Ну, в данном случае некая... Некая двойственность... Некая двойственность... Получается. Далее. Впервые в жизни вижу, как меня любят просто так, чувствую заботу, переживание и т.д. То есть, опять же, это вот здесь как раз про слияние. Разве мне всегда нужно было этого добиваться от мужчины? От мужчины, от мужа он всегда говорит, будь собой, всегда говори мне прямо и т.д. Что любят такой, какая есть, естественный такой, нежный и так далее. То есть, вы говорите про то, как он к вам относится. Его отношение к вам вас в данном случае определяет. Когда я была с ним, это как будто две пламинки одного яблока, я впервые такое ощутил. Это вот механизм слияния. Стирание личной границы. И так легко было сказать люблю именно таким, какой он есть. Опять одни эмоции, но для себя я наконец увидел человека, с которым бы хотела прожить жизнь. Ну, может быть, вы проживете с ним жизнь, может быть, нет. Но вот что это за эмоции, нужно разобраться. Я понимаю, что это всё неправильно. Дело не в неправильности. Дело не в неправильности. Он безумно любит дочь ей семь лет. Как срезался, что она единственная, кто любит семье, если бы она давно позже ушёл. Это отговорки. Потому что ребёнок страдает сильнее, когда родители вместе и спят в разных комнатах. Поэтому это отговорки. Я думал изначально, когда только познакомились, это отговорка. Перенос ответственности. Это правда. Но когда он признался в любви, тут же поговорил с женой разводи. И сказал, что решил окончательно. Вот. Ну. Здесь дело не в разводе, а в том, что нужно, чтобы реально он ушёл от неё. Есть одно большое «но». Это то, что он пока решил жить с ними несколько месяцев. Ему сдают квартиру к сентябрю. Сказал, хочет сам за две недели сделать ремонт, взять отпуск и съехать на неё. Взялся за вопрос работы, хочет поменять на более высокоплачиваемый. Говорит, что идут такие перемены, практически всё с нуля нужно будет строить. Жизнь дорожает, ему нужно больше зарабатывать. Я с этим согласен, не спорю. Так, ну вот тут вот вы говорите, что он будет жить несколько месяцев с ними. Вот. Окей. Честно говоря, я даже не знаю, что вам здесь сказать. То есть я понимаю, что вы человека идеализируете и забываете про себя. Про свои. Ну хорошо, давайте тогда вот эти несколько месяцев, чтобы он будет жить с ними, да? Не общаться. Вообще. Дальше. Так. Чувство ответственности с его стороны, что он думает об этом, продумывает как и что. Вы не можете этого чувствовать. Это ваша проекция опять. То есть вы хотите видеть у человека. Ведь у меня тёщий ребёнок, этого к чему. У его мамы есть квартира большая, она живёт там одна, сказал, что конечно может и к ней к маме уехать, но в 38 лет ему бьёт по самолюбию вернуться опять к матери. Ну, допустим, как бы здесь имеют место быть, да, определённые ценности человека. То есть, ну, вот такие у человека ценности. Как говорится, имеет право. А какие ценности у вас? Вот что интересно. Ну, в смысле он право иметь какое-то расчёт. А что насчёт вас? Какое право имеете вы? И имеете ли какие-то права вы? Ну, в смысле у него есть какие-то ценности. А какие ценности у вас? Вам то, что происходит нормально, не прийти, не прийти, всё в порядке? Понимаете, да? То есть, это вот я к тому, что... Что довольно сильно, как мне кажется, вы забываете про себя, что ли, в этой ситуации. Вот. Довольно легко растворяетесь в нём, в этом смысле. Вы переключаетесь на него и... Говорите о том, что... Чувствуете что-то, чувствуете от него ответственность там и так далее. Вот. Только это, скорее, вот... Выдавание желаемое за действительное пока что. Так. Он максимально хочет отложить в ремонт квартиры. Я понимаю, есть способы заработать больше, так как понимают траты. Ведь мы из разных городов. Опять же, вы здесь очень много говорите про него. Очень много про него. Но эта ситуация, что он пока живёт с женой, меня сильно расстраивает. Давайте раскроем поподробнее, что вас расстраивает, какие это чувства. Говорили ли вы ему об этом? Я впервые испытываю такое. Я вижу, что человек предпринимает действия по отношению к мне, а не только слова кидают. Опять же, здесь попытка оперяться на действия другого человека. А у вас какие действия? У вас. Ну, я ещё плохо умею строить здоровые отношения. Мне страшно, что так это стало, что мы встретились. Откуда знаете, что плохо? Не считаете ли вы, что если вы плохо умеете строить отношения, то сперва надо бы научиться их строить? И вот вы пишите, что страшно, что так это стало. Что страшного? Помогите мне, пожалуйста, посмотреть на ситуацию и понять, как построить здоровые и долгие отношения. То есть вы не рассматриваете вариант того, что текущая ситуация, которую вы описываете, это... Ну, как вам сказать? Вы не рассматриваете тот вариант, что эта ситуация, она сама по себе деструктивная, я правильно понимаю? То есть, понимаете, как бы здесь вы немножко лукавится, на мой взгляд. То есть вы говорите, как бы посмотрите на ситуацию со стороны. Вот. Вы на неё посмотрите. А мне скажите, как выстраивать долгие и здоровые отношения. Вот. А если мы видим другое, это первое. Второе. Долгие и здоровые отношения. Это, конечно, хорошо. Долгие и здоровые отношения. Но я бы сказал, что они, эти отношения у вас начались не со здорового. Они у вас начались как раз с нездорового, к сожалению. Вы уж простите, что я так говорю. Дальше. Так. Обратите внимание, что вы нацелены не на человека, а на построение долгих и здоровых отношений, как вы говорите. То есть обратите, пожалуйста, внимание здесь. По возможности. На свою нацеленность. То есть на что я нацелена. Я нацелена на человека? Или я нацелена на отношения? Пока-то я вижу, что вы нацелены на отношения. Больше. А в отношениях нет человека. Если человек в отношениях есть всегда, то вот в отношениях человеком может быть другого. Первое время не хотелось сбежать. Настолько мне было непривычно такое отношение с стороны мужчины. Опять же, здесь у вас все упирается в отношения с стороны мужчины. Я не уверен, что вы научились себя любить и ценить. Мне действительно хочется попробовать построить что-то стоще. Окей, только не с женатым мужчиной. Кстати, он на развод-то не побал. Я так понимаю, да? Я понимаю, что сейчас жизнь была разная. Я имею в виду то, что несколько месяцев будет жить с женой. Но это классическая история оправдания. То есть эмоциональная зависимость. Он видимо любит дочь, постоянно с ней ввозится, играет. Я понимаю, что это решение отчасти из-за нее. Вы оправдываете ее. Мне плохо от этого и сейчас мне хочется себя пробить. Это нормально и с ним самосохранение в данном случае работает. С другой стороны, это его жизнь. Я вижу его действия, они не такие долгие, как я предполагал в начале. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Но опять же, вы здесь много внимания уделяете ему. Ведь обычно, когда встречают женатого, они ведь все говорят, что брак не удался. Живут ради детей, но ничего не делают. А он решился и твердо решил развод. Пока не развелся. Это первое. И второе, это не отменяет ваших проблем. Это не отменяет проблем, например, связанных с тем, что вы чувствуете себя покинутой. И что вы очень зависите от отношения другого человека к вам. Ну и тут вы обобщаете женатых мужчин. И спланировал, как и что. Другой вопрос, как мне принять это. А что мешает? Это принять. Я действительно не хочу терять этого человека. Я полюбил его всем сердцем. Вот таким, как он есть. Я ему доверяю. Чувствую огромную взаимность. Удивительно, как он даже на расстоянии чувствует мои настроения или слезы. И т.д. Но я боюсь. Я думаю, что это эмоциональная зависимость. То, что я описываю. Не понимаю, как мне сейчас правильно всё выстроить, чтобы наши отношения ещё больше расцвили. Они не расцвыдут. Правда, рано или поздно вы придёте к контролю. Из-за неуверности внутренней в себе. Когда встречаешь что-то такое настоящее стоящее, я испытываю такой трепет. К этим отношениям и чувствам не хочу наломать дров. По сути, я пока даже не могу полной мере назвать его партнёром. Так как пока он живёт на одной территории с женой. Ну, значит, вы не встречаетесь. Он сказал, что после того, как он завёл развод, она захотела наладить отношения с женой. Я знаю женщин. Откуда? Сколько? Сколько? Я ему прямо ответил, что если он захочет наладить отношения с женой, я постараюсь понять. Но он сказал, что у неё нет такого цели, и он уже решил развод. Но я не понимаю, почему так сложно на несколько месяцев уехать к маме. Почему так бьёт по самолюбии? Вот. Это уже про контроль. Понимаете? Это уже про контроль, про родительскую позицию и так далее. Понимаете, да? На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Я желаю вам всего самого доброго. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Удачи! Удачи! Удачи!